Что делать, если муж в семье настолько поглощен служением, что у него совершенно нет времени на семью, детей и жену? Хороший вопрос, потому что мне писали там наоборот, что делать, когда муж забил на все и наплевал. Там, кстати, есть вопросы именно от другого порядка. Что делать, если муж поглощен служением? И что у него совершенно нет времени на семью, детей и жену? От этого приходят проблемы. Прямо сейчас у некоторых женщин это мечта всей их жизни. Вы заметили, как уникально устроен мир? Кто-то прямо сейчас, я их знаю, масса людей, их прислали несколько вопросов одинаковые. Что делать, когда мужу ничего не надо, ни Бог, ни это, ничего? Дорогие, честно сказать, из всех проблем у вас самое лучшее. Все могут сказать аминь или нет? Из всех проблем семейных, которые, Бог мой, с которыми мы встречаемся, и поверьте, мы консультируем много пар, это самая идеальная проблема, которую человек может получить. Муж влюбился в Бога так, что семья страдает. Дорогие, я так скажу, да, это нехорошо, нужно балансировать все это. Но я так скажу, когда, для меня самое главное такое, когда жена, знаете, почему есть дисбаланс? Когда жена не хочет инвестировать в мужа, муж не будет инвестировать в жену. Вы знаете, что это идет, вы знаете, что это работает парой? Другими словами, я бы сейчас, вот этот заданный вопрос, мне очень нравится, я бы сейчас сделал так. Можешь ли ты, а вы можете всей семьей сделать служение Богу семейным бизнесом? Алло, есть ли у вас уже такая проблема, что муж там, семья здесь, сделайте там, чтобы семья была там, где муж. И поверьте мне, это лучшая проблема, когда муж с Богом, муж служит, муж хочет быть там. Второй момент, женщинам инвестируйте в своего мужа, и когда он увидит, что ты с ним, поверьте мне, скала расколется, любой лед тает, он просто скажет, я хочу быть с тобой, он захочет инвестировать в тебя. Кто-то со мной, да? И я так скажу, что первое, когда у нас много лет назад примерно были те же моменты. Моя жена может сказать, насколько уникально ей Бог сказал инвестировать в меня. Ты можешь добавить немножко, да? И чуть попозже, когда началось немножко позже, когда мы ушли в служение, я начал инвестировать все в нее. То есть можешь немножко поделиться этим? Я скажу с другой стороны, что когда у нас было то же самое, что Андрей все, с головой нырнул в служение, и митинги, все такое. И потом у меня тоже, ко мне пришла ревность, что это естественно, что я начала ревновать ему служению, знаешь, и что с кем он больше проводил время, и он меньше проводил время со мной, с семьей. Что я начала делать? Я просто начала бросать ему такие идеи, как бы поехали на свидание, давай с детьми что-то сделаем. И я не ждала, чтобы он что-то, что-то в голову ему пришло. Да, я начала это, я взяла это на свою сторону, чтобы вытянуть его на семейную арену, что не только служение, но и также семья. Вот это вот, да. Да, и честно сказать, нормальный отец, нормальный муж всегда захочет провести время с семьей. То есть я не верю в мужей, которые не сделают это. То есть если он не хочет инвестировать, у вас уже другая проблема, это уже не эта проблема. Поэтому да, вот примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok